Всем добрый день, меня зовут Антон Лепестов, компания C-Soft, занимаюсь компанией темы цифрового производства и сегодня как раз хотел бы поговорить и рассказать о решениях, которые мы применяем для создания так называемого цифрового предприятия, цифрового производства и несколько слов о введении. На сегодняшний день проблема цифрового двойника и реализация принципов технологии производства наиболее актуальна, потому что на сегодняшний день существует огромное аппаратное средство, которое позволяет моделировать различные физические процессы. Если ранее мы часто сталкивались с некоторыми реологическими моделями, построенные на базе опытных испытаний, опытного производства, то сейчас эта тема виртуального производства, отработки технологий переходит уже, скажем так, цифровой формат. При этом, с чем это связано? Вызову времени. С каждым днем требуется все более и более точное изделие, которое мы должны получать в рамках нашего производства. Технологии становятся сложнее, а иногда это некоторые симбиозы нескольких технологий, которые реализуются в рамках одного производственного процесса. Изменения материалов, композиты, новые стали, сплавы все чаще и чаще применяются в различных отраслях промышленности и, в частности, в автомобилестроении. Скажем так, если несколько лет назад инженер-расчетчики сталкивались с материалами пределопрочности, которые составляют порядка 300-400 мегапаскалей, то на текущий момент эти значения уже превышают тысячу мегапаскалей в рамках производимых изделий и, соответственно, эти материалы используются в рамках силового каркаса автомобиля. При этом цифровая цифровизация ускоряет процессы создания именно конструктивного исполнения изделий и различных модификаций, вариаций продукции, которые далее требуется производить. В связи с этим экономический фактор, который влияет на производство, а также конкуренция на рынке и, соответственно, новые данные о материалах, технологиях, изделиях требуют более глубоких знаний в рамках производственного процесса. На сегодняшний день мы предлагаем инструменты моделирования в полном объеме от создания цифрового макета материала с его различными физическими, механическими и химическими свойствами, которые уже после можно использовать как для проведения тестов и испытаний самого изделия в рамках прочностных расчетов, так и использовать эти данные на этапе создания цифрового макета производства и имитации производственного процесса. При этом, как я уже говорил, новые материалы, сложные модели, сложные конструкции требуют проработки этого внедрения в производство более детально и более точно, чтобы сократить издержки. На сегодняшний день мы представляем решение, которое позволяет реализовать всю цепочку производства от моделирования литья, обработки металлодавления, как крупных слитков, так и отдельных изделий, решить вопросы моделирования сварки, ковки, штамповки, обработки и также учесть, что немаловажно, фактор использования того или иного оборудования, потому что зачастую именно оборудование является граничным условием внедрения того или иного способа производства. Ну и начнем мы с, хотел бы начать с системы компьютерно-дивернительных процессов Polygonsoft, которая является отечественной разработкой, разрабатывалась в Институте материалов в Санкт-Петербурге и является коммерческим программным решением с 89-го года. Именно в этом программном решении впервые в мире реализована модель расчета микропорисности, которая на текущий момент, скажем так, является нашим ноу-хау в рамках вставляемого решения. Ну, исходя из этого, решение более 30 лет на российском рынке и постоянно совершенствуется. При этом моделируемая технология построена на прадигме того, что мы не должны делать физические испытания и дальше уже латать дыры в наших отливках, а непосредственно проводить все виртуальные испытания с помощью нашего решения и предсказывать качественные показатели литейного производства. При этом у нас очень широкие возможности с точки зрения моделирования. Это как обычная песчаная форма с любым связующим и без него. Моделирование изделий, литья изделий в покель, литье по упаллявым моделям, литье в вакууме, литье под высоким давлением, низким давлением, реализованные модели непрерывного литья, жидкоштамповки, а также центровежность и учет цикличности процессов. При этом мы учитываем все дефекты, связанные с заполнением. Была написана новая модель заполнения, как вы видите на данном слайде, и как происходит заполнение отливки под высоким давлением. Можем предсказать образование достаточно раковин, их размер, а также оценить коробление, достаточно напряжение, оценить критериальное образование трещин, которые могут быть, а также учитывать свойства формы и насколько она будет у нас работать при циклическом нагружении. При этом можно реализовать все этапы литейного производства от предварительного нагрева формы, установки в тершне и кокель, а также вывод установки в, соответственно, установившийся режим. Учитывать этапы заполнения формы и их затвердевания. Как раз на слайде на центральном видео показано, как происходит заполнение формы в рамках одной эпохи и их охлаждения. При этом это все взаимосвязано. А после этого уже учитывать этапы термостатирования, извлечения формы и удаления, соответственно, литковопитающей системы. При этом Polygon Soft позволяет создать единую среду подготовки расчета от параметров запуска, от заданий материалов, как самого изделия отливки, так и в связующей литейно-питающей системе. И, соответственно, оценивать это в процессе рамках единого производства. Поставляется данное решение вместе с обширной библиотекой данных и шаблонов процессов, которые мы можем разработать непосредственно под заказчик, под его литейное производство. При этом, так как мы отличная компания и мы можем влиять на разработчика, мы пишем специальные инструменты для некоторых уникальных процессов, например, как создание керамических форм и условий теплоизоляции отливок. При этом, мы можем моделировать различные этапы заполнения отливок, реально приближенных к условиям на производстве. Ну, соответственно, тут на слайде показано, как происходило развитие продуктов последние два года. Были написаны новые модели заполнения, модели центробежного лития, улучшенные методы расчета. При этом постоянно наши матемические модели, которые закладываются в рамках программного решения, проходят верификацию на реальных отливках. И мы это, соответственно, учитываем в наших последних дальнейших разработках. После того, как мы, соответственно, закончили с этапом лития, соответственно, требует, идет следующий этап – обработка того давления, термообработки и сварки. Тут мы выбрали сотрудничество с немецкой компанией SimEffect, которая входит на данный момент в корпорацию MSC Software, в рамках данного решения, соответственно, можно реализовать эти этапы производства. При этом SimEffect делится на ряд решений. Одно из них является SimEffect Forming. Это решение, которое связано с изменением формы, позволяет проводить оценку конструкции оснастки для того, чтобы избежать дефектов, повысить рентабельность, а также учитывать техническую наследственность производства именно в цифровом формате, а не на реальном производстве. При этом возможности моделирования обширны. Это как вопросы ковки свободной, открытых штампов, закрытых штампов, вопросы кольца раскатки, детали прокатных станов, как поперечный, так и поперечный кленовой, продольной прокатки, вопросы термообработки. Это все присутствует в рамках единого инструмента для моделирования. При этом чего же хотят добиться конечные потребители, получая такой инструмент, и для чего проводятся все эти изыскания. Во-первых, это улучшение конструкции самого изделия и правильный выбор материала для его работы. Обеспечение малых вибраций при эксплуатации, изучение контактных взаимодействий изделия, а также обеспечить необходимые прочностные свойства изделия, узнать обеспечить необходимые срок службы его, обеспечить малый вес и избежание такого фактора, как коррозия в рамках эксплуатации. При этом предпроизводителями всегда стоит ряд более сложных вопросов. Во-первых, какое количество изделия нужно производить. В зависимости от серийности производства обеспечивается тот или иной припуск на дальнейшую механическую обработку. При этом необходимо обеспечить конструкцию оснастки, которая позволила бы избежать каких-либо дефектов, связанных с формой получаемого изделия. При этом необходимо учитывать надежность производства с меньшим количеством браков и переделов и уложиться, соответственно, в используемое оборудование, которое имеется на текущий момент, без дополнительных капитальных вложений в обороты. Ну и также учитывать операционные расходы на материалы заготовки, которые суммируются как из массы непосредственно самого изделия, так и необходимых припусков на каждый технологический передел. При этом на производство влияет много факторов, и каждый дельный этап, соответственно, технологический передел необходимо рассматривать в симбиозе и последовательно. Так же в союзности от реального нагрева заготовки и дальнейшей передачи ее уже на штампы и оборудование для обработки полдавления. При этом вопросы термообработки и получения необходимых специфических характеристик также необходимо учитывать. Как раз предлагаемые решения в рамках общей технологической цепочки позволяют это реализовать. Что же касается дальнейших вопросов, вопросов сборки, сварки изделий, то зачастую мы должны учитывать не только факторы влияющие на производство конкретного изделия, но и на факторы, которые связаны с его дальнейшей сборкой в рамках какого-то составного узла. И тут необходимо учитывать механические свойства сопрягаемых, скажем так, изделий и учитывать эти моменты. В рамках решения Симэффект есть целый набор инструментов, которые обеспечивают моделирование сварочных процессов, таких как туговая сварка, лазерная сварка, точечная сварка и наплавка. Данное решение финансируется, развитие данного решения финансируется немецкими автопоразводителями. При этом задача стоит такая, чтобы сделать максимально инновационный и удобный в использовании инструмент для моделирования данного технологического процесса, который бы позволил упростить и ускорить моделирование данного процесса сборки, соответственно, изделий. При этом, это непоконятно отметить, что это специализированные решения для сварочного процесса, которые позволяют реализовать именно процессориентированный подход. Учитывается территория сварного шва, вопросы сварки непосредственно, использование сварочной оснастки, а также вопросы, связанные с материаловведением, физическими процессами, влияние сварки на само изделие. При этом всему эффект велкинг позволяет прогнозировать как дефекты сварочные, которые связаны с изменением формы, корабления и изделия, исследовать напряжение деформации, а также и оптимизировать сварочную оснастку, ее конструктивное исполнение, а также применимости получаемых штампованных деталей для данной операции. Например, один, как происходит вопрос задания, задача по сварке, например, как раз усиление центральной стойки кузова. Берутся два изделия штампованных, разрабатывать к ним оснастка, а также вопрос робота, который уже по заданным точкам, кардит по точкам, уже производит сварку изделия. Ну и дальше уже происходит оценка как температурных полей, которые влияют на физико-механические свойства получаемого изделия, так и мы можем оценить корабление нашего изделия в рамках нашей оснастки, которую используете. Также программа решения Сим-Эффект позволяет моделировать относительно новый для России процесс механических соединений, а именно вопрос клепки. При этом можно моделировать соединения самопринякающие заклепками, утяжными клепками, пустотелами, болтной заклепкой, учитывая при этом как механику самого процесса, кинематику инструмента, так и получая механические свойства самого изделия. При этом новые концепты кузова, отказ от сварочных операций, использование различных материалов, которые на текущий момент невозможно сварить между собой, например, металл плюс композит, как раз используется именно решение, именно клепка. Соответственно, тут мы можем проводить также составить цифровой макет производства наклепочного, проводить оптимизацию данного процесса и изучать данные процессы и перед тем, как уже инвестировать свои средства, силы сотрудников в время данных технологических переделок. Что же касается оценки, влияния, да, действительно необходимо инверифицировать данные этапы, обычно инверифицироваться на примоделирование какого-то конкретного клепки двух материалов, сопоставляется с физическим экспериментом, и тот же симэффект позволяет проводить испытания, исследования, механической прочности данного клепочного соединения в рамках, не выходя за рамки функционала данного программного решения. Хотелось бы отметить, что инновации, которые мы транслируем в компании симэффект, неоднократно признавались лучшими в Германии, в Европе и по всему миру и отмечены международными наградами и широко внедряются не только в Россию, но и по всему миру. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok